Крэйзи мэн играет на гитаре, но боится или она боится и стесняется критики людей. У меня есть клиент, который пришел с таким вопросом и написал, я точно знаю, что не рождена лидером и не могу быть харизматичным автором канала, которого могут смотреть и слушать миллионы. Мне не стоит даже начинать. Смотрите, эти два вопроса, они разные, но они одинаковые. Ответ прост. Посмотрите на меня. Я это мальчик, который в пятом, когда мне было пять лет, я практически не говорил. В шесть лет я заикался. Я не мог там вылить два слова, да. Все свое время я не был лидером, я не был каким-то там, не знаю, заводатором там до какого-то определенного промежутка, да. То есть до тринадцати лет я, до двенадцати лет, я был ботаном. Ботаном, который очень хорошо учился, да. Его жалели, его не вызывали доски, потому что я очень сильно заикался. Это сейчас меня поперло. Посмотрите мое видео, где я пять лет назад выступаю на доске, около доски. Я пишу справа налево, слева направо. Я стесняюсь, я потею вещь там, да, краснею, зеленею. Я пытаюсь чего-то из себя изобразить. Но сейчас, спустя годы работы, сотни часов прямых эфиров, я нормально держусь на камеру. Потому что мой мозг уже понял и осознал, что ничего страшного там нет. Я видел, как люди, которым я помогаю, из серых мышек становятся классными ораторами. Я видел, как они перевоплощаются, потому что понимаю, что там нет угрозы, а там есть стимулы, мотивация. Посмотрите на меня, на того, кто еще недавно, если бы мне сказали, что типа иди выступай на сцену, я бы там, у меня была бы медвежья болезнь. А сейчас я могу выступать неважно перед кем, потому что перед камерой мне не страшно. Почему? Более того, мы даже для этого сделали канал, так и называется «как не бояться камеры», потому что это самая большая боль. Вы, это все не рождаются с этим. Это приобретенный навык. Нет людей, которые вышли там из чрева матери такие «уау, я ничего не боюсь», там «уау», да? Нет таких. Но есть окружение, которое влияет на вас, которое не поддерживает вас. То есть, и вы, это то, что вас окружает. Если вы найдете в себе силы, да? Найдете себе цель стать лучшей версией себя и возьмете, найдете окружение из людей, которые также, как и вы, хотят быть и не бояться камеры, выступать публично, то я вас уверяю, через два месяца вы будете звездой. Потому что вы поймете, что это классно, что всем людям на вас чихать от слова «вообще», вообще по барабану «кто вы такой» и «что вы такое». То, что у вас есть, это всего лишь у вас в голове. Этот вот, вот таракан, который там стесняшка сидит и говорит «не иди, там стыдно, ты кривой, ты косой, не надо». Друзья мои, это все практика, 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 практика. Поэтому, резюмируем. Если вы стесняетесь сниматься видео, выступать публично, да? И если вы не рождены лидером и думаете, что харизма – это то, что там, с чем рождаются, и вас не могут смотреть, потому что вы не интересны, вы просто не тренируетесь. Это навык. А любой, то есть, навык публичных выступлений. Навык – это скилл, это, ну, то, что тренируется, то, чем занимаются, и в результате тренировок получается результат. Поэтому, домашнее задание, на уроке я узнал, что публичные выступления – это то, чему можно и нужно научиться. Особенно, поэтому мы говорим, что классно делать семейные детские каналы, потому что самое лучшее – то, что ваш ребенок будет хорошо держаться на публике. Он не будет бояться камеры и не будет бояться зрителей, да? Вы, надеюсь, запомнили, напишите нам, что я запомнил домашку, да? Запишите, что «Я могу стать автором, которого будут смотреть миллионы, и я буду для этих миллионов интересен, потому что я натренирую этот навык в себе, и я выработаю в себе эту уверенность», как это сделали многие. Открываю любой канал, вижу там, допустим, этот автор восемь лет назад и вижу его сейчас. Сравниваю и понимаю, что он преуспел. Вот вы никогда не увидите наоборот, да? Чтобы был автор такой яркий, харизматичный, он такой «Друзья мои, здрасте, я боюсь». Не увидите такого, правильно? Дальше. Похвалите себя за то, что вы, я бы похвалил себя за то, на вашем месте, а вы сами решаете, да? Что вы решили прямо сейчас прийти среди магазина, там, продуктов, прочитать Пушкина. Ну, что будет в конце, если вы станете посреди магазина и скажете, одна, там, не знаю, там, типа, там, сказка о Сея Салтане, там, про телевидение, там, первый опыт, да? Либо там, просто выйдете, Лермонтова почитаете, просто какой-нибудь стишок, ну, кроме Белоруссии. Дальше. После урока мне захотелось. Я думаю, я буду счастлив, если вам после этого урока захочется, очень захочется провести прямой эфир. Вы поймете, что следующее, то есть вы сначала страх прямого эфира, а потом у вас будет просто банально жажда, почему к вам никто не приходит. И вот это такой диссонанс, сначала вы, это так всегда, эта цепочка моих клиентов, да? То есть сначала вы думаете, что все будут вас там критиковать, обсуждать, а потом вы недоумеваете, почему вас никто не смотрит. А потом вы начинаете охотиться, чтобы вас смотрели. Вы жаждете, чтобы вас смотрели, чтобы к вам приходили, вас смотрели. Понятно? Пара-пара-пара!